так слава богу дорогие друзья приветствую еще раз вот имею возможность еще раз записать еще программу дорожный из цикла дорожной беседы я называю их дорожным беседами потому что где-то там в автобусе в машине в поезде в самолете в электричке по-разному так получается записывать и отвечая на вопросы и вот как раз вопрос сейчас как раз который обсуждали один из вопросов вот как раз в тему пасхальной накануне пасхи это очень актуально в эти предпасхальные дни это очень важно и многие люди спрашивают это на самом деле в разных вот городах разных церквях бывают гостях когда и не только в церквях и даже и так вот просто обычно бывать или в обычной обстановке спрашивают вот что делать нам с яйцами и куличами и вообще ее откуда обычай у нас такой в православии вот красить яйца там катать яйца там и играть с яйцами там значит там значит но стукаться там и прочее прочее вот дарить друг другу крашен крашенки еще называют их крашенки потому что их красят там ну не только в красный цвет а бывает и в разные цвета красят их там разрисовывают даже ну вспомним яйца фаборже там там шедевры настоящие делали вот со всякими там прекрасными и вот и значит откуда этот обычай вообще обычай вот этих крашенок это не христианские обычаи значит надо сразу это сказать это языческие обычаи это в общем-то плагиат то есть это взято традиция это с акуль оккультных языческих религий и совершенно никакого отношения это христианство собственно не нет не имеет первые пять столетий первых пять веков 500 лет христиане не знали такого обычая в церквях не было такого обычая то есть обычай был подобный но в церквях именно его не практиковали дело в том что этот обычай красить яйца был в разных религиях языческих оккультных бесовских религиях и христианство никакого отношения конечно это не имело христиане набору даже отказываясь красить яйца там и дарить яйца приносить эти яйца в жертву там насчетом приносить как подарок их играться с ними за отказ даже подвергались наказанием вплоть до ну и смертной казни потому что в частности в риме крашенки эти так называемые там крашеные яйца эти значит разукрашенные и вообще яйца дарились значит императору или же в культе императора как якобы живого бога ну конечно не живой бог но когда императоров значит кто же у нас из императоров то сейчас не помню точно но еще в первом столетии короче это все было потому что во времена христа еще и до него до нашей эры как мы говорим значит римляне они значит имели подобное обычае но это не было связано императора вот юрий цезарь допустим других там посчитали детьми богов а уже где-то ближе к концу что ли первого столетия уже императора себя при жизни домицаан по моему не помню по моему домицаан первым себя провозгласил даже значит живым богом то есть как бы при жизни не просто после смерти в этом объявили богом сенат объявлял богом как он было принято вообще значит в то время а при жизни требовал божеского поклонения ибо есть легенда что якобы значит значит есть легенды что якобы значит значит мария магдалина принесла якобы там яйцо на счетом императору тиберию по моему кому-то еще значит и по христосовалась с ним и сказал что христос воскрес там воистину воскрес там и прочее есть другая версия что якобы это мария магдалина на при она пришла на счетом и подарила простое обычное яйцо на счетом значит императору и благовествовал ему якобы о христе тот насчет удивлялся как это может быть кто-то воскрес там значит и прочее и вот на глазах у императора это яйцо вдруг стало крашеным как бы сверхъестественно покрасил само собой вот значит на самом деле это было бы идоложертвенная если бы мария магдалина ну та самая библейская библейский персонаж если та женщина и реально на самом деле принесла бы императору это яйцо то она была бы просто отступницы потому что она бы просто-напросто ночью почтила бы его как бога и его гений и это было бы идоложертвенным и в таком случае мария магдалина была бы просто отступницей значит и то есть это этот обычай а вот в христианстве я повторю что только лишь в шестом столетии он возник и перейдя из оккультизма сегодня даст бог вечером как раз вот на семинаре завершение семинара я об этом более подробно расскажу так что следите за семинаром смотрите записи семинара пусть бог благостает всех вас с любовью во христе иисусе сергей живолев архиепископ реформаторской православной церкви мир всем шалом с богом пора в дорогу проехать уже